В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова, и представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Ольга Олеговна Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Тверского отделения Центробанка. Ольга Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Михайлович Сапунов, заведующий сектором защиты информации отдела безопасности Тверского отделения Центробанка. Вячеслав Михайлович, добрый день. И Ирина Евгеньевна Марченко, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Ирина Евгеньевна, добрый день. Добрый день. Сегодня будем говорить, уважаемые друзья, о наших финансах, о наших деньгах. Вопросы, я думаю, интересуют очень многих. Как сохранить заработанные, как получить кредиты, в каких случаях в этом удовольствии нам будет отказано, а также, как уберечь себя от финансовых мошенников и слишком навязчивых коллекторов. Если говорить языком специалистов, то поговорим, уважаемые друзья, поправьте, если что не так, то поговорим об основных этапах социализации микрофинансового рынка, совершенствовании механизмов защиты прав потребителей и борьбы с недобросовестными практиками. Вот так вот это звучит, да, по-научному. Совершенно верно. Итак, начнем. А начнем, давайте, с тем, которая, может быть, не всем известна. Это поэтапные законодательные инновации, связанные с ограничением по кредитам и займам. Насколько мне известно, эти инновации, назовем их так, начались еще в прошлом, в 2019 году. С кого начнем? С меня, давайте. Давайте, давайте, Ольга Олеговна. На самом деле, поэтапная социализация микрофинансового рынка началась еще намного раньше. С 2016 года вот это предельное ограничение суммы задолженности по основному долгу на тот момент составляло четырехкратное значение. В 2017 году ужесточилось до трехкратного значения, а в 2019 году уже двухсполинократно, с 1 июля двухкратное предельное значение суммы задолженности по основному долгу. Социализация сразу, давайте уточним, что такое социализация. Это ближе к народу, что называется? Ну, совершенно верно, да. На самом деле, что это означает, да, ограничение предельной суммы задолженности? Это значит, что начисление процентов, штрафов, иных пений, вообще применение иных мер ответственности запрещается после достижения вот этого предела. То есть, объясню, постараюсь попроще на примере. Если гражданин берет 10 тысяч рублей в долг, то максимум, сколько он сейчас заплатит, это 25 тысяч рублей. Из них 10 тысяч – сумма основного долга, и 15 тысяч – это сумма начисленных процентов. Это не то, что, как Вы раньше говорили, да, Ирина Евгеньевна, Вы уже рассуждали здесь об основных проблемах, которые характерны для тех же микрофинансовых организаций, когда человек берет 2 рубля, а должен отдавать чуть ли не 200. Да, совершенно верно. Поэтому, наряду вот еще с этим ограничением предельной суммы задолженности, сохраняется введенное 1 июля 2019 года ограничение полной стоимости кредитов по займам, так называемым, займам до зарплаты. Это займы до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней, ну, за исключением только специализированных займов. В данном случае введена дневная ставка 1% в день, то есть максимум человек заплатит 365% годовых. Это ежедневная ставка, да? Это ограничение, да? Полная стоимость кредита, да. Полная стоимость кредита – это то значение, которое указано на первой странице договора потребительского займа в правом верхнем углу в квадратной рамке, прописью и цифрами. Это та стоимость, которую человек полностью платит по данному кредиту. И на самом деле вот это ограничение, это было введено Банком России как дополнительная к меру к уже существующему ограничению. Банк России ежедневно портально рассчитывает среднеарифметическое значение ПСК по различным видам займов и в отношении различных финансовых организаций, которые осуществляют выдачу потребительских займов. И данное ограничение, то есть вот этот ПСК, конкретный ПСК в конкретном договоре не должно превышать более чем на одну треть среднерыночное значение для данной категории займов. Понимаете? И для чего ввели дополнительную норму? Потому что не того, чтобы исключить недобросовестные практики МФО. Потому что зачастую МФО изначально, когда кредит самый дорогой, повышают ставку, потом через какое-то время его снижают. И среднеарифметическое получается в пределах нормы ПСК. Понимаете? Ну то есть давайте будем расшифровывать, потому что там не все МФО это микрофеноменовая организация. Да, конечно. Чтобы было ПСК. Полная стоимость кредита. Полная стоимость кредита. Чтобы, как у нас в книгах обычно пишут, далее сокращенно в скобочках. Ну то есть мы как бы выводим, таким образом государство выводит из финансовой кабалы тех, кто уже собирается брать вот такие займы. Ну это меры направлены на то, чтобы не увеличить долговую нагрузку еще больше уже в тех ситуациях и в тех займах, которые действительно наиболее востребованы на рынке. И безусловно для того, чтобы предотвратить распространение добросовестных практик МФО на финансовом рынке. И защитить таким образом потребителей финансовых услуг. Вячеслав Михайлович, у вас есть что добавить? Вы с интересом так смотрите, как будто в первый раз в этом случае. Нет, нет, я за коллегу. Саня, честно, как-то побольше. Ну я думаю, что тут сейчас подробно объяснили, да, что нам нашим телезрителям и радиослушателям стало что-то понятно. И уже радость первая пришла, что наконец-то поставлен какой-то предел. Да, ну сразу обращаю внимание, что это в отношении займов до зарплаты, так называемые займы. До зарплаты? Это до 30 тысяч, до 30 дней. Ну пользуются, да, такие займы популярностью? Ну они самовостребованные, самые дорогие, да, на самом деле, да, конечно. Что самое необходимое, конечно же, больше спрос рождает, да? Еще одна важная новация, ну в рамках социализации микрофинансового рынка, это запрет переступать за долг кому-либо, кроме профессиональных кредиторов или профессиональных коллекторов. То есть это была практика, да, переступать свой долг? Да, раньше, нет, переступать они сейчас могут, но они имеют право переступать только профессиональным кредиторам, либо тем организациям, за которыми Банк России, либо Федеральная служба судебных приставов осуществляет надзор. То есть абы кому, кто придет к вам с дубинкой, они переуступать уже не имеют права? Не имеют права, в общем случае суды такие будут вставать на сторону заемщика и не будут приниматься положительные решения в пользу таких коллекторов, черных коллекторов, так называемых. Но это была такая практика, то есть было такое теперь, вот с какого времени такой запрет введен? Ну это с прошлого года. С прошлого года? Да, да. И за исключением еще хочу, физическому лицу можно тоже переступить долг, но только то физическое лицо, которое заемщик указал в своем согласии, когда оформлял свою просроченную задолженность, вот если он какое-то физическое лицо указал, ну может быть там еще число родственников или там друзей, то вот этому физическому лицу тоже может перейти вот эта задолженность. Задолженность, то есть уже то лицо должно будет платить, да? Да, нет, переступать. Переуступить? Нет, переступить долг, продать долг. Продать? Да, переступить, продать, да. Продается. То есть право требования на этот долг приходят другому человеку, да. Ага, понятно. Ну это, наверное, если он захочет купить. Ну конечно, конечно. А ваше слово, товарищ Малович, хочу сказать. У меня нет, у меня, знаете, у меня просто как бы такое... Относительно того, да, что вы же непосредственно служба судебных приставов, мы говорили уже об этом в этой студии, работает с коллекторами. Ну мы осуществляем надзор и контроль, да, за коллекторскими организациями, которые, конечно, стоят же у нас в реестре. По Тверской области, как у нас был один коллектор, включенный в реестр, так вот уже на протяжении 2017 года он так пока что один и есть. Нет, был второй, но он сам по собственному заявлению был исключен, просто, ну, наверное, все-таки стоять в реестре, да, и осуществлять именно коллекторской деятельности, это достаточно, ну, затратная все-таки работа. Это и страховка ежемесячная, ежегодная, да, это и постоянные чистые активы должны быть свыше 10 миллионов, ну, то есть тут такие требования есть, требования к работникам, и они не должны быть судимые. И поэтому, наверное, ну, тот коллектор, дабы мы еще не проверяли нашего коллектора, потому что есть каникулы, да, ну, может быть, вот он исключился, скорее всего, может быть, какие-то были проблемы, ну, не знаю, может быть, это дорогостоящее все-таки удовольствие. Ну, о проблемах с коллекторами давайте поговорим после небольшой рекламы, буквально через три минуты мы вновь вернемся в эту студию, продолжим разговор, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы вновь в студии программы «Тема дня», сегодня говорим о наших финансах, и перед уходом на рекламную паузу говорили с Ириной Евгеньевной Марченко, заместителем руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, о работе с коллекторами. Да, кто имеет право, что сейчас у нас остался один коллектор в Тверской области, да, который работает по закону, скажем так. Ну, в Тверской области это один, но есть филиалы, которые... Ну, да, да, которые могут, ведь сюда же могут заявиться и из Московской, и из Тверской области. Телефонные звонки можно осуществлять и из другого, вообще любого региона. Это официально у нас на территории Тверской области, который зарегистрирован, которое номенклатурное дело, которое ведется у нас в управлении. А так, конечно же, филиалы есть, есть и звонки гражданам из других регионов. Поэтому, как бы, так говоришь, что у нас один и все, и который законопослушный, у которого нет нарушений. Здесь на территории реально на Тверской земле. Да, на Тверской земле один, да. Я знаю, что проблема, мы еще скажем, еще раз напомним нашим телезрителям, как вести себя с коллекторами. Но я знаю, что вот в последние недели, месяцы, скажем так, у вас, у службы судебных приставов появилась еще одна проблема. Это идентичные данные с должником, когда люди вам звонят, да, и говорят, что делать с нас требуют возврата долга, а мы вообще кредит не брали, и займ не брали никакой. Ну, к сожалению, данная проблема, она имеет место по всей Российской Федерации. Каждый, ну, каждый субъект, каждая служба сталкивается с данной проблемой. Речь идет о том, что у нас идентификация граждан идет по фамилии, имя, отчеству и дата рождения. И, к сожалению, ну, такая проблема вот уже на протяжении более года у нас, да, когда у нас полностью стал электронный документ обороты с большинством банков, да, и идентификация, как я уже сказала, по фамилии, имя, отчеству и дата рождения. Много столько похожих людей? Вы знаете, настолько много, что я даже сама, честно говоря, ну, не представляла, что их вот столько, потому что сейчас как-то еще немножко снизилось это вот обращение, но это когда они просто обращаются либо по 59-му, либо телефонные звонки, причем списываются, ну, соответственно, любые долги, алименты, то есть идентификация же как идет, и алиментные долги, и кредитные, и коммунальные услуги, ну, все. Причем достаточно не то, что, да, у нас, ну, бытует мнение, как бы, да, что у нас там распространенные фамилии Иванов, Петров, Сидоров, да, на самом деле бывают такие фамилии и имена, что, ну, и сразу ты и не подумаешь, что... И даже подходит подать рождение? Да, да, и подать рождение совпадает, и, к сожалению, вот эти, так скажем, полные тезки, как правило, они это устанавливают, либо видят себя, что у них есть задолженность, когда заходят на сайт госуслуг, ну, и, соответственно, если к ним уже, ну, бывает, были обращения, что обращаются уже, что даже на работу присылают судебные приставы постановления об обращении и взыскании, ну, соответственно, судебные приставы тут же принимают меры. Ну, в первую очередь, что, вот, такому гражданину, да, который, вот, ну, получился, что он является полным тезком должника, да, который находится на каком, ну, в какой-либо территории, ну, во-первых, ему нужно выписать, ну, как правило, любая информация, либо постановление, да, которое приходит на заработную плату, либо на сайте госуслуг, либо в банке данных исполнительных производств, да, там всегда есть фамилия, имя, отчество, судебного пристава телефон, то есть, понять, кто применил ту или иную меру принудительного исполнения, либо совершил исполнительные действия, да, данное лицо может. Ему, в первую очередь, необходимо обратиться в тот территориальный орган, ну, которым является, должностным лицом является судебный пристав исполнителя. То есть, в район, допустим, в московский, там, центральный, в пролетарский? Можно в районное дело, можно в территориальный орган, в самоуправлении приложить необходимые документы. Это копия паспорта с местом рождения и, соответственно, с НИЛС и ННН. То есть, это уже не должно совпадать? Да. Это уже индивидуально? Да, да, это все индивидуально. Это не совпадает, соответственно, мы идентифицируем, что это не должник, вносим в банк данных и отменяем все меры. Понятно. Уважаемые друзья, я надеюсь, вы поняли алгоритм действий, потому что, если вы говорите, что это буквально такой масштаб приобретен. Ну, да, это достаточно очень масштабное, как бы, есть, и даже, вот, ну, что вы говорите, сегодня даже с утра об этом говорили в новостях, вот, поэтому, как бы, к сожалению, есть совпадение с повод у граждан с должниками, с нашими. Так, будем знать теперь, куда обращаться. Следующий у нас этап, непосредственно вопрос к сотрудникам Центробанка, тоже интересный, который заинтересует наверняка многих. Что такое показатель долговой нагрузки? Как, да, Ольга Олеговна сказала, вот, как вы говорили, да, опять сокращенно, ПДН, да? Это мне сразу напомнило МВД по делам несовершеннолетних. Нет, уважаемые друзья, сегодня ПДН у нас означает другое, это показатель долговой нагрузки. И в каких случаях необходимо нам знать о существовании такого показателя? Спасибо большое за вопрос, Ирина. Только разрешите небольшой комментарий вот предыдущему спикеру по поводу. Да, 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 Евгений, да. Не вопрос, а просто, как бы, дополнительная мера для того, чтобы люди могли как-то себя обезопасить. Чтобы проверить свою кредитную историю, необходимо обратиться в Центральный каталог кредитных историй, для того, чтобы узнать, в каком бюро кредитных историй, ну, хранится ваша кредитная история. И граждане имеют право два раза в год бесплатно запрашивать эту информацию в бюро кредитных историй. Чтобы себя обезопасить, можно вот таким способом... То есть, если человек берет кредит, то уже у него начинается история? Конечно. И есть такая история, и есть банк данных. Все кредитные и некредитные финансовые организации обязаны предоставлять эту информацию в бюро кредитных историй. Два раза в год бесплатно, уважаемые друзья. Итак, теперь по показателю долговой нагрузки ПДН. Показатель долговой нагрузки, да, или сокращенно ПДН, это показатель, который обязана рассчитывать кредитные организации, а также микрофинансовые организации, вот начиная с 1 октября 2019 года, в отношении кредитов, то есть в отношении тех заемщиков, когда они берут займ, когда они принимают решение о выдаче займа на сумму более 10 тысяч рублей. И в отношении таких займов финансовые организации обязаны формировать больше запас капитала, если этот показатель превысит 50%. То есть задача такая, чтобы у человека была возможность рассчитываться? Задача такая, чтобы, во-первых, этот показатель, они обязательно должны, Банк России рекомендовал финансовым организациям уведомлять заемщика о этом показателе, для того, чтобы вот это информирование, оно позволит повысить уровень осведомленности заемщиков, какую долю дохода они отдают кредитору. Плюс, смотрите, на самом деле банки формируют, и банки, и микрофинансовые организации формируют дополнительный капитал, тем самым страхуют собственные риски в случае наступления каких-то негативных последствий. То есть полагается, что эта мера будет полезна для и граждан, и для финансового сектора. На самом деле этот показатель рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем его кредитам и займам в отношении к среднемесячному его доходу. То есть включаются все имеющиеся платежи по кредитам действующим, по будущему кредиту, который он планирует взять, все кредитные карты, карты с эвердрафт. При этом методику расчета все-таки банки и МФО разрабатывают сами, но не в разрез, безусловно, в части не противоречащие требованиям, которые установлены нормативными актами Банка России по данному направлению. Вы сказали, что платим мы долг, и плюс наш просроченный, то есть вся история опять же та же самая на глазах. Человек пришел в надежде получить кредит или займ, и ему вправе отказать, если вот этот ПДН, показатель налоговой нагрузки, будет выше какой-то показатель. Смотрите, банк будет вправе отказать, но на самом деле люди с большой долговой нагрузкой не лишаются доступа к кредитованию, просто условия будут другими. Условия будут другими, и банк обязан будет формировать дополнительный резерв капитал. Я еще раз напомню, под этот займ. Условия будут другие, они будут жуще? Конечно, конечно, жуще. Но это как раз мера и направлена на то, чтобы не доводить долговую нагрузку до той черты, когда гражданин не сможет обслуживать эти кредиты. И допустим, иммунина, что будет купить тот же самый, поесть. Конечно, конечно. Это как раз мера ограничительная для и граждан, и для самых финансовых организаций. На самом деле, выход всегда есть в такой ситуации. И заемщик вправе обратиться, если уже человек столкнулся с такой ситуацией, что он не в состоянии обслуживать имеющийся долг, имеющийся кредит, то он вправе обратиться с заявлением с просьбой уменьшить сумму выплат за счет удлинения срока этих выплат. Не на 5 лет, а на 10. Это, конечно, очень круто сразу на 10. Но на самом деле, условия для льготной реструктуризации долга позволяют финансовым организациям не рассчитывать ПДН. И тем самым, если условия для заемщика более выгодные, то есть он меньше платит, то тогда банки и банки МФО не рассчитывают это от ПДН. Это мера направлена на то, чтобы более охотно финансовые организации, учреждения финансовые шли навстречу заемщику при работе с просроченной задолженностью. Ольга Олеговна, Вы сказали, что вот эти все долговые нагрузки плюс среднемесячный доход. А как определить, какой у меня среднемесячный доход, если, допустим, я не только на одной работе работаю, или что-то еще есть? Ну, среднемесячный доход – это, скажем так, среднеарифметическое всего вашего дохода, который вы получаете на основной работе, на дополнительной, различные надбавки, выплаты, премии. Их нужно собрать и поделить на 12 месяцев, и получите среднемесячный свой доход. Обязательно нужно учесть, что если вы, допустим, поменяли работу в течение года, то, в принципе, банк вправе использовать данные с вашего последнего места работы, если вы там уже три месяца проработали. И оговорюсь, самое главное, что эти доходы должны быть документально подтверждены. То есть вы должны представить документы, подтверждающие этот доход. То есть не так? Конечно, не огульно, да. Либо декларации форма 2, форма 3 НДФЛ, какие-то договоры, допустим, сдача в аренду недвижимого имущества. Индивидуальные предприниматели могут представить книгу учета о доходах, расходах. В любом случае, кредитор сам определяет, какие документы, свои методики определяют, какие документы они принимают в зачет при расчете этого показателя. А что делать, если вот этот ПДН самый высокий, вот этот показатель долговой нагрузки высокий? Значит ли это... Ну, вы сказали, что есть шанс получить кредит. Это все равно не значит, что вас во всех банках отправят в освоясь. В любом случае, финансовая организация будет все равно смотреть индивидуально каждый случай, потому что одно дело 50% от 100 тысяч рублей, или 50% от 10 тысяч рублей, от дохода, или 20 тысяч рублей. Все равно банки и финансовые организации, микрофинансы будут решать этот вопрос уже в индивидуальном порядке. Не только относительную величину, но и абсолютную будут рассматривать, конечно. Стало меньше людей в связи с такими нововведениями, как-то опасаться приходить в банк, просить о займе? Или как-то люди по-прежнему идут в надежде на то, что их выручат? Нет, на самом деле статистика такова, что и по финансовому, и банковскому сектору, и по сектору микрофинансовых организаций фиксируется рост, объем займов растет. Если за один смес 2019 года по банковскому сектору выдано кредитов на сумму 95,5 миллиардов рублей, что это в принципе где-то на один и в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, естественно, потребительские нужды составляют большую часть, это 74,2 миллиарда рублей. Ипотечный жилищный кредит составляет где-то 21,2 миллиарда рублей. То есть на потребительство, на жизнь, на текущую люди тратят больше? Конечно, больше, да. При этом в секторе инфо тоже наблюдается рост. За 9 месяцев 2019 года было выдано 341 миллионов рублей, что на 34% выше аналогичного периода прошлого года. Из них 113 миллионов – это физическим лицам, а 228 миллионов – это бизнес-кредиты. То есть кредиты, выданные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом достаточно высокий рост показывает именно этот сегмент рынка, как юридические лица и индивидуальные предприниматели. А в каком случае, я хотела спросить, вообще не нужно заботиться об этом страшном ПДН-е, показателе налоговой нагрузки. Кому без него можно было бы начать? Он страшный не для граждан, а рассчитывают его все-таки о банке. Наверняка на сайтах этих организаций будут размещены всевозможные калькуляторы, которые позволят физическому лицу заимщику самостоятельно проверить предварительно, прежде чем обращаться. Ну, они, да, такой сервис крупный, на всяком случае, организации будут предоставлять. Но ПДН не считается в случаях таких. То есть если при принятии решения о оформлении кредита в сумме до 10 тысяч рублей, либо при выдаче кредитов каких-то льготных, там, где военная ипотека, образовательные кредиты, которые из господдержки. То есть уже есть кому подстраховаться. Да, при оформлении ипотечных каникул, ну и, как я уже сказала, при реструктуризации долга, в случае, если для заемщика более льготные условия, то есть платеж уменьшается. Вот в таких случаях расчет, показатель этот рассчитываться не будет. Ну, я думаю, что мы все подробно так все вложили в уши нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям. Еще одна новость на подходе. Спора россиян с микрофинансовыми организациями с 1 января 2020 года разрешает финамбудсмен. Вот мы к чему пришли. Что это такое, да? Как это будет происходить? У нас сейчас Вячеслав Михайлович все пока молчит, но вы потом, я надеюсь, да? Мы дадим вам то же слово. Опять Ольга Олеговна отвечает. Служба финансового полномоченного уже введена, на самом деле, с 1 июня 2019 года для услуг по автострахованию, а с 28 января по остальным страховым услугам, ну, кроме ОМС. Что это такое? Это финансово полномоченная, то есть должен теперь рассматривать в досудовательном порядке финансовые споры, ну, споры имущественного характера между физическими лицами, заемщиками и микрофинансовой организацией, в случае, если требования по этим спорам не может превышать 500 тысяч рублей. И вот мы добрались до такой темы, как финамбудсмен. Что же и кто же это такое? И в каких случаях мы к нему обращаемся? Продолжаем, Ольга Олеговна. Ну, напомню, что мы обращаемся к финансовому полномоченному случаю, когда наши претензии к микрофинансовой организации не превышают 500 тысяч рублей. Для того, чтобы обратиться, все-таки изначально необходимо направить заявление в микрофинансовую организацию, ну, с какой-то претензией, да, вот и по этому имущественному спору. В течение 30 дней вам должны ответить. Если вам не ответили, все. Ну, если вам ответили хорошо, если и вы не согласны с этим, да, либо вообще вам не ответили по какой-то причине, тогда вы имеете право обратиться к услугам службы финансового полномочия. Причем обратиться можно в электронном виде, можно письменно. Каждый гражданин страны это может сделать, независимо от своего местонахождения. Туда приложив, соответственно, все документы. И в течение 15 рабочих дней финансовая полномочия принимает решение. Если она вас устраивает хорошо, если нет, то тогда уже вы вправе обратиться в судебном порядке, оспорить это решение. То есть финансовый смен, он до суда, чтобы решить какие-то проблемы, спорные без суда. Да, 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 совершенно верно. А у нас в регионе, насколько мне известно, пока вот такого регионального полномоченного нет. Надо обращаться в Москву, да, в столицу. Ну, да, это как бы служба, вот эта финансовая полномочия позволяет обратиться любому гражданину, как я уже сказала, ну, с любой территории. И это бесплатно или как? Да, это бесплатно. Это бесплатно. То есть это предоставление вот такой вот услуги, да, непосредственно платить за это не надо. А когда человек хочет узнать, куда, на какой сайт, то есть он может прийти, допустим, в тот же банк, да, и ему должны сказать, где находится, например, как найти сайт финансового полномочного? Ну, потому что, я думаю, что микрофинансовая организация, конечно, должна подсказать, потому что они делают соответствующее отчисление в эту службу. Но вот, насколько я знаю, эта информация как бы пока сейчас, ну, пока только в московском регионе, да. Пока в москву, но потом все может измениться, потому что политика меняется. Да, это немножко, скажем так, вне поля Банка России, да, вот. Но считаем, что вот этот институт, он позволит действительно как-то, во-первых, снять нагрузку судов однозначно и как-то упростить саму процедуру разрешения споров финансового. То есть это, опять же-таки, на благо потребителям, да, потребителям кредитов. Вот мы сейчас узнаем, вот так мы сидим с удивлением, смотрим, да, Ирина Евгеньевна, слушаем об этом. А как вообще банки, вот, существует такое понятие, как финансовая безграмотность? У нас, к сожалению, не все люди такие вот прям вот продвинутые. Какая работа выполняется, чтобы вот просветить, как сейчас мы просвещаем наших телезрителей, да, клиентов банка? Может быть, Вячеслав Михайлович, ваша уже очередь? Да, это моя очередь, можно сказать. Конечно, можно сказать, что мир наш стремительно меняется, и меняется он под воздействием информационных инструментов. И основным потребителем, конечно, являются финансовые компании, которые применяют этот инструмент и предоставляют новые услуги населению. Наверное, никого уже сейчас не удивит, когда в магазине мы совершенно спокойно не деньгами развачиваемся, раз вот вам телефон, это вызывало удивление, да. То есть инструмент развивается, и наше население не всегда правильно умеет пользоваться данными инструментами. И вот здесь, наверное, Банк России как раз активно занимает позицию по просвещению финансовой грамотности. Такие мероприятия. Как правило, это мероприятия направлены на детей, в первую очередь, наверное, это школьники, студенты, мы проводим встречи с ними в формате лекций, учебных мероприятий, по месту мы выезжаем в школу, либо к нам приглашаем, приходят в банк, знакомятся с нашей историей, и, соответственно, мы проводим такие мероприятия. Вот, слушайте, перебью вас, это прям вот как будто бы как обучение правилам дорожного движения, да, если из детских садов начинаем, чем раньше привьешь, тем большего результата достигнешь. Так и у вас, правильно, это часть нашей жизни. Вы абсолютно правы, потому что без этого никуда нельзя будет, потому что они будут приходить в современный мир, там столько возможностей будет, они должны знать и понимать те риски, которые они на себя берут, если используют те или иные инструменты финансов. Но мы не оставляем и старшее поколение, потому что старшее поколение, наверное, больше подвержено финансовым мошенничеством. Здесь мы должны заниматься с развитием именно устойчивости к мошенникам, чтобы они могли противостоять тем угрозам, которые на них оказывают преступные элементы. Например, можно рассмотреть такие варианты, мы ездим по предприятиям, куда нас приглашают, а один из таких примеров, мы выезжали в районный центр лесной, где собирался актив районного центра, и мы с Ольгой Олеговной перед ней выступали, рассказывали именно о том, как избежать. И по той реакции, которую мы видели от людей, мы чувствовали, что они-то как раз заинтересованы очень. Помните, как они обращались? И вот на наши примеры они так обращались, живо реагировали. Понимаем, что как раз люди-то подвергаются именно воздействию старшего поколения, и очень бурно реагировали. Но тем более, что это речь идет о насущенном, это идет о сбережениях, которые раньше хранили под подушкой. Конечно. И теперь мы можем сказать о том, что мы используем не только такие проверенные методы, как встречи, но и онлайн-уроки. То есть в банке разработана платформа, которая позволяет образовательным учреждениям подключиться к онлайн-платформе и проводить онлайн-уроки на своей территории. Вот сейчас бы хотелось бы как раз провести такой анонс, что с 22 января стартует новая весенняя сессия, на которой мы будем рассказывать. Не мы, а Банк России, конечно, будет проводить данные мероприятия. 22 января? Начинается, да. То есть приглашаем все образовательные учреждения подключаться к этой платформе и использовать возможности для того, чтобы, как вы правильно сказали, донести эту информацию до своих учащихся. И если вот рассмотреть, в прошлом году и 437 школ, у нас поучаствовало в этом мероприятии 142 школы. Ну, 30%, я считаю, маловато, наверное. Ну, ничего, с чего-то надо начинать. Конечно, это придет, это будет необходимостью скоро, возможно. Да, и хотелось бы о том, чтобы вот эти понимали, что если они своим учащимся не дают возможности прослушать эти мероприятия, наверное, они как-то ограничивают их своих. И они выходят с меньшим потенциалом, скажем, во взрослую жизнь. Это очень важно. Это как факультативное занятие, да? Когда человек, ребенок выбирает в школе, куда ему выбрать сходить, то это же можно как факультативный урок финансовой безграмотности. Почему нет, если этого нет в программе? Конечно, конечно, это очень важно. И вот здесь бы еще можно сказать, что у нас, кроме вот этих онлайн-уроков, разработан большой сайт, финкультинфо, на котором выложена вся информация о наших финансовых инструментах, которые существуют в стране. Рассказывается подробно, какие риски, какие могут быть подводные камни. Поэтому каждый может за него зайти, прочитать. Особенно мы это пропагандируем среди обучающихся, потому что они могут какие-то знания почерпнуть, подготовить, какие-то выступления свои провести, образовать. Ну и для всех остальных мы рекомендуем использовать данный, потому что по всем вот этим инструментам, которые Ольга Олеговна рассказывает, там подробно рассказывается, рассказывается о том, на что обратить внимание, что получить. Поэтому мы его очень рекомендуем использовать. Если провести в наших поисковых системах, набрать Яндекс или Google, набрать слово «финансовая грамотность Банка России», первые две строчки – это будут первые два наших сайта Банка России. То есть найти очень легко. Первая выдача – это как раз два наших сайта Банка России. Поэтому можно переходить на них и пользоваться той информацией, которая выложена на них. Ну и к пожилым людям мы тоже обращаемся, потому что у многих есть компьютеры, чтобы они тоже, ведь это же вменяемые люди, да, в большинстве своём, и им тоже нужно знать, как уберегать свои финансы. О том, как обезопасить свои сбережения, мы поговорим чуточку попозже, а теперь ещё один урок финансовой грамотности проводим сегодня в эфире. Ирина Евгеньевна, ещё раз говорим, что допустимо и чего недопустимо при общении с коллекторами, с теми же самыми возвращаемся, чего опасаться и к вам обращаться. Ещё один урок. Ну, федеральный закон 230-й, да, определил порядок, чистоту общения и, как бы, так скажем, качественную и количественную сторону общения коллекторов, либо просто микрофинансовых организаций с лицами, которые просрочили задолженность. В первую очередь запрещается, конечно, угрожать жизнью, здоровью, нельзя какие-то совершать противоправные действия, да, в отношении, как имущество, близких и родственников, лицо, которое просрочило платёж по кредиту. Также оговорены частота взаимодействия, телефонные взаимодействия один раз в день, два раза в неделю, восемь раз в месяц. СМС-сообщение, два СМС-сообщения в день, восемь в неделю, шестнадцать в месяц. Я сразу задаю вопрос, перебиваю, есть ли количество СМС-сообщений не два, а три, допустим. То есть это всё равно всё фиксировать должен человек? Безусловно, да. Что мне вот приходят такие, и уже с чем-то, вот с таким пакетом идти? Конечно, да. Любое правонарушение, да, которое совершается, ну, кем-либо, да, оно должно быть зафиксировано. В силу того, что здесь поступают, ну, взаимодействие происходит с физическим лицом, да, просто голословно заявить, что мне названивал там такой-то, такой-то, этого недостаточно. А если приходят СМС-сообщения, их нужно обязательно сохранить, сделать скриншот экрана, ну, какие там у кого телефонные устройства, что они позволяют, но ни в коем случае не удалять. И как очень часто сейчас стало встречаться, люди начинают блокировать этот номер телефона, ну, отключают, а покупают другую симку. И тут уже возникают проблемы, и по взятию у сотового оператора входящие звонки, у них возникают проблемы. И, соответственно, вот эти вот обращения, которые к нам поступают, да, о нарушениях, они, получается, у нас, ну, голословные. Мы, конечно, наделены функцией административного расследования, и если это есть необходимость, мы проводим административное расследование. Но административное расследование по электронному сообщению, да, которое приходит, поступает к нам, что вот мне с такого-то номера звонили, этого недостаточно. Нужно то лицо, в отношении которого осуществляется это взаимодействие, да, чтобы оно, во-первых, ну, шло с нами на контакт, да, и предоставляло те документы, как правило, которые мы, поступив такое, ну, так скажем, пустое обращение, мы, как правило, направляем запрос этому лицу и говорим, предоставьте вот то, 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 если у вас это есть. И если лицо нам это все предоставляет, соответственно, мы дальше начинаем полностью работать. Если, конечно, лицо не идет на контакт, ну, мы, ну, номер телефона мы только можем установить, кому принадлежит. Если будет сообщено, ну, хотя бы какая-то микрофинансовая организация или это коллекторское агентство, ну, коллекторском агентстве там немножко по-другому проводится, это больше касается микрофинансовых организаций. По коллекторским агентствам там все четко, если есть договор, вернее, если это был коллектор, то там уже действует 294-й закон, это уже о проверках, там немножко по-другому. А вот то, что касается, и большинство, что у нас сейчас поступает обращение, это все-таки микрофинансовая организация. Вот микрофинансовые организации, еще раз напомнили, с которых мы начинали разговор, да, вот им установлен потолок, да, о котором мы говорили, да, Ольга Олеговна, кто проверяет? Кто уполномочен проверять их действия? Мало ли, что там установлено. А я хочу назначить там ежедневно процентов, там, 40-50 или 150, да, и буду. Ну, смотрите, те микрофинансовые организации, которые легальны, которые находятся в реестре Банка России, это можно проверить на сайте Банка России в разделе микрофинансирования, да, надзора за участниками финансового рынка, за ними шляет надзор Центральный аборат и территориальные учреждения Банка России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному окну, это касается нашей территории. Если вы считаете, что ваши права каким-то образом нарушены, да, или вы, допустим, заключаете договор, и вот у вас это ПСК, да, злополучно выше одной трети среднерыночного значения по данной категории, то убедительная просьба, не оставляйте это просто так, не надо ничего выяснять там на месте, обращайтесь либо в интернет-приемную Банку России, либо звоните по телефону 8 800 300 3200, потому что сейчас надзорные функции у нас централизованы, да, и применяются методы рискориентированного надзора, то есть Банк России обязан среагировать на те жалобы и заявления, которые поступают от потребителей финансовых услуг. Поэтому, вот еще раз повторюсь, убедительная просьба, если вы считаете, что ваши права нарушены, либо сами конкретно увидели, что вот тут прямо-то явно, естественно, с приложением... Обращайтесь, да. Обращайтесь, да, в интернет-приемную с приложением, естественно, электронной скан-копии документов. Сегодня из нашей программы очень много, много информации наши, уважаемые телезрители, подчеркнут. Еще раз, еще один пункт уроков безграмотности. Вячеслав Михайлович, давайте еще раз напомним уважаемым телезрителям, чего нельзя говорить ни при каких случаях, мы с вами бережем себя от финансовых мошенников. Потому что, вот вы знаете, я хочу сказать, что вот буквально перед Новым годом мы собирались на общественные советы МВД, и главный полицейский Тверской области, начальник регионального МВД, сказал, что самые распространенные, к сожалению, у нас преступления сейчас, это именно мошенничество, именно в банковской сфере, с картами, телефонные мошенничества. Это все очень сильно беспокоит полицейских. Ну, это правда, потому что, если обратиться к информации, которая есть в открытых источниках, опять же, от МВД, можно сказать, что в 2018 году зафиксировано 43 тысячи фактов телефонных мошенничеств. По информации за 2019 год, с 1 января по сентябрь, уже 250 тысяч с использованием телепонимационных систем. Представляете, какой взлет это происходит? Мы поддаемся прессингу мошенников, которые пытаются на нас заработать свои денежные средства. Но меняется ли что-то на самом деле в методах мошенничества? Ничего не меняется. На самом деле, как были методы, которые использовали они, скажем, в том же, просмотрим сказку Буратино, «Покажи дураку медный грош и делай с ним что хочешь», все то же самое осталось. Но меняется информационная технология, которая позволяет достучаться практически до любого человека. У нас у каждого есть телефон, у нас у каждого есть электронная почта, мессенджеры, карта банковская есть, и у нас проще до нас добраться. Мошенникам не нужно встречаться с ними, как раньше, на улицах, или ходить по квартирам, по домам, а позвонил по телефону, уже начинаем беседовать с человеком. Информации достаточно много в открытых источниках, которые позволяют мошенникам собрать первоначальную информацию для начала атаки на нашего, скажем, гражданина. Как быть готовым и как отразить? Как быть готовым? Нужно помнить о том, что мошенники используют такие факторы, как страхи наши что-то потерять, что-то не получить. Страх, когда вам звонят и говорят о том, что вам звонят из службы безопасности, и вы проводили операцию по перечислению своих денежных средств с карты во Владивосток, человек, нет, не перечислял, а сумму-то не хочу потерять, и говорит, нужно срочно принять решение о том, чтобы нам заблокировать данную транзакцию. Будем ее блокировать? Будем блокировать. Для того, чтобы мне ее заблокировать, вы должны мне передать определенную информацию. И под воздействием выманивают у нашего гражданина, выманивают чувствительную информацию о номере карты, ЦРВ, или полученный секретный код из СМС-сообщения, что позволяет мошенникам уже использовать эти данные для того, чтобы перевести денежные средства с его кредитной банковской карты. Витя Савмихалович, давайте мы прямо перечислим, чего нельзя. Если вам позвонили, представили, что вам позвонили из банка службы безопасности, благодарим за звонок, говорим, что мы эту информацию приняли к сведению, и кладем трубочку. Обязательно. После этого мы берем свою банковскую карту, смотрим на ней, где указан номер телефона банка нашего, где мы обслуживаемся. На каждой карте указали. На обороте. На обороте. И позвоним по этому номеру телефона, представляемся и просим пояснить ситуацию. Например, звоним сами. Сами. Перед этим положить трубку нужно. Да, потому что был такой случай, как раз на предыдущей передаче, когда на прямом эфире позвонил гражданину, сказал о том, что вот я общался с людьми. Они мне сказали о том, что вы, чувствуя, нам не верите. Говорит, а продиктуйте нам номер, с какого мы вам банковские. Он диктует номер карты, который написан был на обратной стороне, и ему раздается звонок с этого номера. Используя современные технологии IP-телефонии, подмена номера, мошенники позвонили ему якобы с номера, который принадлежит банку, который указал потерпевший. И самому лично набрать. Если не доверять уж телефону, можно взять и дойти до пешочком, до своей филиала, своего банка и, скажем, пообщаться прямо с работниками в прямую. Потому что по нормативным документам, если банк, кредитная организация, заметит какие-то операции, которые попадают под признаки незаконных операций, он сам заблокирует эту операцию. И эту операцию он может заблокировать до двух дней. В этот момент она будет заблокирована, и у гражданина, увидев сообщение о том, что его карта приостановлена к обслуживанию, он может обратиться в банк и выяснить, почему это делает. Потому что все уже банк сделает сам. Пин-код, секретную информацию. Ведь не зря мы получаем, где написано, никому не говорят, секретная информация. Еще раз, никому ничего нельзя говорить. Это сведения ваши и только ваши. Банк знает сам эту всю информацию. Особенно это относится, не забываем о том, что мы говорим о телефонах мошенничества, но мы никогда свою карту не передаем, скажем, официантам в кафе, в ресторанах, продавцам в магазинах. Потому что, получив данную карту в руки, незаметно они могут эту информацию считать, запомнить и потом использовать ее в интернете для того, чтобы провести операции с вашей картой. Ни в коем случае мы карту в руки чужие не передаем. Желательно точно так же, когда мы пользуемся картой, находимся в очереди, вот так вот ей не вертеть. Потому что я сам присутствовал, когда гражданка находилась передо мной в очереди, ей вот так вот ждало оплаты, и вот так вот ее крутило во все стороны. Там вся информация была видна. А потом она же продиктовала свой номер телефона, куда ей зачислить бонусы. То есть информация была собрана полно, и можно было бы потом с этой уже гражданочкой начинать работать. Поэтому ни в коем случае мы информацию не распространяем. И еще некоторые любят такое делать в кошелечек, вместе с картой, обернуть бумажку, на которой написан пин-код на этой бумажке, чтобы, дай бог, не забыть. Такое тоже бывает. И если мы потеряли свою карту, тогда сразу немедленно ее блокируем. Потому что, чтобы блокировать эту карту. Поэтому прислушиваются. Вы на уроках финансовой безграмотности говорите и всю эту информацию. Однозначно обсуждаем. Это одна из основных тем. И мы видим, что живой интерес у людей проясняется. И самое обидное, что видно, что кто-то и оплачивает. Проходят такие моменты, когда люди перечисляют денежные средства. К сожалению. Вот, к сожалению, это еще есть. Но вы, я знаю, сотрудничаете с нашим уголовным розыском, с региональным ОВД, с сотрудниками полиции. То есть, к сожалению, такие тоже преступления раскрываются очень тяжело. Но они, надо отдать должное, нашей полиции раскрываются. И давайте не будем сами дураками. Вот главная задача, наверное, сами понимать, куда мы делаем, что делать. Первое, запомнить о том, что если вы попали под такое давление, остановитесь, подумайте и примите для себя решение в спокойной обстановке. Если мы вспоминаем первые телефонные мошеннички, это звонили, ваш родственник попал в беду. Помните? Да, да, да. И когда мы исполнили, все. Ночью. Ночью. Страшно, мы начинаем действовать. Ваша карта в опасности. Мы опять в страхе начинаем быстро действовать. Вы выиграли деньги, но вы их потеряете, если вы срочно не перечислите какую-то сумму. Мы в страхе, что вот тот приз, который получили, мы можем потерять. Нужно подумать, бывает ли бесплатный сыр. Только в мышеловках, как говорят, да, в народе? Уважаемые друзья, время нашего эфира подходит к концу. Ирина Евгеньевна, ваше пожелание нашим радиослушателям? Куда обращаться со своими вопросами и где смотреть информацию? Ну, мое пожелание нашим телезрителям, это то, что когда вы берете кредиты, то, пожалуйста, подумайте, чем вы их будете выплачивать. Берем, как правило, мы чужие, отдаем мы свои. И это заводит всех к кабалу. Ну, а куда обращаться в случае, если у вас есть нарушение, да, чистоты взаимодействия, есть какое-то... Ну, если хамское поведение, то это, конечно, органы правоохранительные. А если нарушение взаимодействия, да, то это на улицу Веселова, 4-6, непосредственно к нам в управление. В управление. И всю информацию у вас есть, сайт, у вас все доступно? Есть сайты, есть образцы документов, которые необходимы в случае отказа от взаимодействия. Это все размещено, это все есть на сайте. Уважаемые друзья, теперь мы от вас ждем. Что вы посоветуете телезрителям? Все хотят финансово жить достойно, чтобы все было в шоколаде, да? Как не потерять деньги и к чему стремиться? Ну, мне тоже хотелось бы пожелать нашим жителям нашего региона финансовой стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Но для тех, кто решил все-таки взять деньги, допустим, до зарплаты, хочу напомнить, что первое, на что нужно обратить внимание, это на сроки. Микрозайм работает на вас только тогда, когда вы укладываетесь в те сроки, которые установлены договором потребительского займа. То есть внимательно, да? Такого числа и кровь из носа надо заплатить. Конечно. Чем быстрее вы погасите, тем меньше вы заплатите. И никогда нельзя подписывать договор, любой договор, не только договор потребительского займа, не читая его, либо читая его по диагонали. Внимательно прочитайте, задайте вопрос, если вам что-то непонятно. Пускай подумайте. Решение должно быть взвешенное, остороженное и продуманное. А тем более, что я еще хочу сказать, что там очень маленькими буковками что-то очень важное, как правило, написано. Ну, полная стоимость кредит, на самом деле, она размещена на первой странице и написана максимальным шрифтом, используемым на этой странице. Но если вы все-таки считаете, что ваши права уже нарушены, еще раз повторюсь, обращайтесь в интернет-приемную Банку России, оставляйте свое обращение на сайте www.cbr.ru, либо по телефону 8 800 300 300. Вячеслав Михайлович, ваше пожелание жителям региона? Быть финансовыми грамотными и использовать те инструменты, которые представляют финансовые организации, во благо преувеличения своего благосостояния, а не для того, чтобы мошенники воспользовались и это ваше благосостояние уменьшили. Ну и нужно запоминать о том, что мошенники будут изменяться и будут находить те же методы, чтобы вытянуть из нас финансовые наши средства. Нужно помнить им и отвечать достойно по этому всегда. Тогда, я надеюсь, будут сохранности и только приумножаться наше состояние. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Это была программа «Тема дня». Я же в свою очередь хочу пожелать нашим уважаемым землякам быть бдительными просто и всегда думать головой, прежде чем совершать какой-то поступок. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.